Ну чё, Ба, как тебе ремонт? Как тебе ремонт обои? Вот это и всё? Ну да. Отвратительные обои. Отвратительные, это не обои. Почему? Ты, дурак, заболеешь от них. Это ж не бумага. В смысле, почему? Они радиоактивные или что? Да. Это не бумага. А что, флизелин? Ну, и чё? Ты вот будешь сидеть, закройся, будешь сидеть и окочуриться. Когда-нибудь окочурюсь, да. Да. А почему я должен кочуриться от флизелина? Потому что эти обои, это ж химия. Это ж, там, клей сверху бумагные обои не поклеишь. Они из Чернобыля? Не знаю. Так, а что тебе не нравится? Хорошие обои. Ты сказала черные обои. Черные. Почему? Ну, как, почему? А почему ты выбрал черные? Потому что это космос, видишь? Космос значит порядок в переводе. Вот это все. Ну да, так почему тебе не понравилось? Ой, как-то минус-то идея. А почему бы ты такие обои не наклеила? Ой, ой. Что за эти? Ну, прибери в один пакет их. Ну, сколько можно вот это? Везде валяются провода, везде провода. Это шибари. Не, Ба, я же хочу у тебя узнать, почему тебе не нравится? Хорошо, красиво, модно, молодежно. Молодежно. Ну, серьезно, Ба, ты же не можешь привести аргумент. Почему? Это ж не в могиле. А? Это ж не в могиле. А при чем здесь могила? А в комнате. Ну, а при чем здесь могила? Ну, я говорю, окочурися тут. Ты же открываешь дверь, замкнешь и будешь сидеть. И что? И окочурися. Так, а почему я должен окочуриваться? Потому что это химия. Это Далис, что ли, делал обои? План Далиса. Проклеил бы белый. Ну, ладно. Но потолок можно было беленький сделать. Да зачем беленький? Ну, как? Зашел белый. Ой, красота. Так ты посмотри, Ба, какая красота. Космос, планеты. Вот Гагарин-то в космос летал. Понимаешь? Тоже видел такое. Чем я хуже? Часик радость и ферсаладость, дорогие хиканы. Я приношу свои извинения за свой внешний вид. Ну уж, извините, дорогие друзья. Целый день вкалывал. И, собственно, почему я в шапке? Потому что у меня волосы грязные. Потому что я весь потный, естественно, грязный. Как свинья! Вот. Ба! Ба! Прошу прощения. Приболел маленько. Точнее, не маленько. Ба! А! Ну, можно тебя на секунду, так сказать, в синопсис. Синопсис. А, ну, дорогие друзья, еще пока тут заминка. Я хотел бы вам показать, как мне бабуля брендовые тапки купила. А? А? Завидуйте, враги. До могилы. Именно враги. А, друзья, порадуйтесь, пожалуйста. Ну, чё, Ба? В общем, дорогие телезрители попросили тебя подвести итог. Итог ремонта, так сказать. Ты чуть двери прикрой, чтобы свет отражался там лучше. Так. Ну, да-да. Просто захлопни ее. Ну, чё, Ба? Твое резюме. Итог. Итоги подведем. Ремонта. Ремонт. Ремонт. Ремонт мне не нравится. Чему? Да ну, что ты думаешь? Такие обои темные. Это только в кафе такие обои. Ну. Садись, садись. Чё ты? А ты придумал. Ну, стены почти куда не шло. А потолочек должен беленький быть. Угу. Мне даже линолеум не нравится. Дорогие друзья, посмотрите. Вот линолеум. 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 Обычный. Самый дешевый. Какой смог. Ну-ну-ну. А ты всё тёмная. Всё. Не нравится. Не под каким этим. А почему ты сказала, что я окочурюсь? Что? Ты сказала, что я окочурюсь. Окочурюсь? Да. Да ты что, дурак? Ну, когда такое было? Ну, что ты говоришь? Ну, как это? Ты мне... Хочешь, я тебе видео покажу? Показать? Покажи. Сейчас. Я даже не поленюсь, дорогие друзья. Сейчас. Погодите. Может быть, я в прямом эфире попробую найти. Сейчас. Секунду. Не знаю, сюда сохранял, не сюда. Сейчас. Так. Да, вот. Сейчас. Ну, Чоба, как тебе ремонт? Что? Как тебе ремонт обои? Вот это и всё. Ну, да. Отвратительные обои. А дурак, это не обои. Почему? Ты дурак, заболеешь от них. Это ж не бумага. В смысле, почему? Они радиоактивные или что? Да. Это не бумага. А что? Флизелин. Ну, и чё? Кто он будет сидеть? Закройся. Будешь сидеть и окочуришься. Слышала? Да. Ты закроешься, будешь сидеть и окочуришься. Правильно. Так ты же говорила, что ты этого не говорила, Ба. Правильно. Потому что... Бойма на руку, Баба Сима. Ну, ну. Это ж не обои, не бумага, я тебе тогда рассказывала. А это химия. Там напичканы эти... Винил, чей что-то как-то называется. Вот я говорю, двери закроешь и окочуришься. Потому что будешь дышать этим воздухом. Вот в каком смысле я сказала. Я понял. Так а как же миллионы людей, у которых до сих пор есть обои? Получается, они тоже вымирают от обоев? Ну, не такие обои. Не от рака, не от СПИДа? Обои на стенки клеют. Бумага. А это не бумага. Если б ты видел, как я полила остатки обоев, какой был дым чёрный. Чёрный, вонючий, такой дым. Он до сих пор. Где я полила, посмотришь. Вот в этом смысле ты окочуришься. Закроешь, ты закрытый, воздуха нету. Дышать нечем. А дышать этими обоями. Я понял, Ба. А вот смотри, многие интересуются, раньше же этого не было, откуда вот этот шкаф, откуда вот этот шкаф. И тоже я сейчас вот, я просто не хочу, не хочу камеру убирать. И да, дорогие друзья, я наконец-то купил себе энергосберегающие лампы, но они слишком ярко светят, поэтому тут, ну, пересвет такой челубей. Ну, просто так получается, кажется, к сожалению. Ну, смотри, Ба, тут раньше был там совковый шкаф и прочее. А где это всё и откуда это всё? Ну, мама отдала. Да. Мама отдала. Правильно. Правильно сделала. Молодец, сумочка. Вот так, дорогие друзья. А, Ба, смотри, тут вот, видишь, какие-то вот мешки чёрные. Чёрные мешки. А что это за мешки, Ба? Может быть там трупы? Может мы с тобой... А я даже не знаю сама, что там в мешках быть. Ну, как, Ба, ты ж там... Ну, старые обуви, там старые вещи. Ну, такое. Такое. Там наградные, там то мяч футбольный, то... Наградные? Ну, листики. Ты ещё в школе учился, там за что-то. Вот. Потом, когда в институте учился, занимался, тоже там тебе давали правду. Так что ты, мальчик, хороший был, когда... Много таких вещей и ненужных много вещей. Хороший был, а потом компьютер разума лишил. Да. Да. Угу. Да. Ну, в общем, дорогие друзья, в этих мешках жизнь хикана. Я их не буду пока вскрывать. Я просто сделаю обзор, собственно, что в этих мешках. Посмотрим, там вместилась жизнь хикана. От мамы перевёз, от мамы всё. Ну, мамка отдала. От мамы всё перевёз. Да. Ну, такое старое там, старые вещи, старые... Жизнь хикана, в общем. Ба, смотри, давай ещё раз, как всегда, всё подрезюмируем. Почему тебе не нравится ремонт? Потому что обои не те, правильно? Не те, не. Хорошо. Какие надо было клеить, по-твоему? Обои. Обыкновенные обои. Ну, что значит обыкновенные? Розовые какие-то. Совсем по-другому. Розовые, кислотные, как у тебя вот там, где ты телевизор смотришь, как будто я этой кислятиной втоптал маленько и на фестивале Вудсток в 60-м году начал колбаситься по Джимми Хендриксу, например. Ва, собственно, что я тебе хотел сказать? Но ведь это намного лучше то, что было раньше. Понимаешь? Пока я не нахожу ничего лучшего. Вот этот диван должен там стоять, вот так разложить. И ты лег, и не надо его слаживать. Он плед, пледом накрыл, и каждый раз... Ба, почему ты не хотела выбрасывать вот ту старую совковую мебель, значит, шкаф, который вот здесь, я думаю, вы помните... Блин, видно, не видно? Да, вот, вот. Сейчас я вам покажу. Вот здесь шкаф, помните? Старый тот, который стоял, и тут сервант стоял с посудой. Почему ты не хотела их выбрасывать? Потому что это мое, это мое. Я в молодости покупали, кредит брали. Сначала шкаф, шифонер. Выплатили, взяли сервант. У меня к тебе такой вопрос. Ну смотри, вот, у меня там стоит старый компьютер 2006 года, который, там, 512 мегабайт оперативной памяти, вот. И, собственно, естественно, он уже дико устарел, например. Вот. И в любом случае мне придется с ним расстаться. Я это прекрасно понимаю. Его уже в 2008 надо было с ним расставаться. Ну смотри. И тут такие вещи, что меняют их. Нет, Ба, ну, есть же там одежда. Ну, хорошо, стоп. Одежда вот у тебя в том старом шкафе лежала, которая, ну, еще, наверное, Хрущев он точно помнит это пальто. При Хрущеве оно где-то было. И самое главное то, что вот этот шкаф и сервант. Я посмотрел, шкаф был 70-го года. Сервант 73-го года. Славянская мебельная фабрика. Он стоил 114 рублей. Я посмотрел, позади там было написано 114 рублей. Вот. То есть, Ва, сейчас уже 2020-й практически, понимаешь? Ну и что? Люди покупают на жизнь. Купила, поставила и прожила. Ну, Ба, смотри. Раньше, допустим, ты же говоришь о старых временах. Раньше люди жили по 30 лет. То есть, если купить его в 70-м году, значит, в 2000-м году его надо уже менять было. Понимаешь? Выкидывать. Ну, Ба, я же правильно сделал, чтобы поменял хотя бы на, ну, бэушная, безусловно, но хотя бы такая более-менее симпатичная мебель. Или раньше было лучше? Ну, как ты считаешь? По-честному. Раньше было лучше или сейчас лучше? У тебя в комнате? Да. Так, сейчас скажи, а что тут лучшего? Ага. Надо порядок сначала навести. Ага. Хорошо, Ба, давай, наверное, тогда будем заканчивать обзор нашей комнаты. Тебе вот господин Викернес, наш кореш драгоценный, значит, попросил передать вот такую кружку. Сейчас я не знаю, вам видно или не видно. Значит, вот у меня футболка есть такая. Сейчас я вот с этой стороны, я не знаю, видно или не видно. Сейчас, ну, надеюсь, видно. Блин, сейчас, наверное, все-таки с этой стороны будет лучше видно. Сейчас, сейчас, сейчас. Видно так, конечно, не очень, потому что свет такой своеобразный. Вот. Ну, я думаю, видно там бурзун, все дела из альбома философом. Вот. Значит, тебе Викернес, наш кореш драгоценный, подарил кружку, попросил передать. Это мне? Да. Вот, Аба, вот видишь, что там нарисовано? Ну, в двух словах, что ты там видишь? А я что-то ничего не вижу. Ну, вот смотри. Вот, видишь, женщина. Вот. Вот. И она дует в рожок. В рожок, видишь? Дует в рожок. Ну, да. Ну, вот сигнал подает, может быть, к наступлению, может быть. Ну, это просто, как там, горный рожок где-то в горах. Ну, какая рожка? Ну, ну, ну. И вот, видишь, написано бурзун, бурзун. И вот, видишь, у меня тоже на футболке написано бурзун. А что это такое? Ну, это такая вот группа, я иногда слушаю, когда полы мою. Вот. Ну, смотри, бай, это вот такая группа, знаешь ли, веселая. Мы, конечно, осуждаем этого Варга Викернеса, Луи Каше, как он сейчас по паспорту, значит, по-французскому. Вот. Мы безусловно его осуждаем. Значит, ну, он был таким, знаешь, своеобразным человеком, весельчаком. Он и, опять же, в свое время церкви поджигал. Вот. Вот. Я скажу, Леша, такие люди больные. Угу. Ну, нормальный человек не будет. Церкви поджигать, еще что-то делать. Ну, что это, нормально. Ну, для... Больной. Я не кажется... Лечить его надо. В свое время викинги этим занимались. Помнишь викингов? Я не забыла уже, что я помню это уже. Да, ладно, как вчера было вот эти, Рюриковичи, Аскольд. Помнишь? Ну, это что ты рассказывал в свое время тоже. Ладно. Вот. Мы осуждаем, да. Осуждаем, безусловно. Ибо, значит, попросили вот тут тоже, значит, отпраздновать, отпраздновать. Естественно, дорогие друзья, призываю всех к Зожу на крестах. Конечно, Хикан сейчас присядет на бутылочку, но в следующий раз, безусловно, сейчас, значит, бабуля воднищи отпразднует. Ну, сейчас, секунду. Дорогие друзья. Сейчас, дорогие друзья. Леха, полки вот пустые, надо что-то дать. Вот эта банка с чем у тебя? Эта банка с дисками. С чем? С дисками. Диски. Диски. Да там какая-то, как вода какая-то. Ну, иди попробуй воды попить. Смотри, давайте просто воду сейчас покажу. Вот, видишь, баб, диски. А, а я хотела, на окне оно стояло, хотела выбросить. Ну, правильно, молодец. Что, надо было, да? Конечно, надо было, баб. Ты что, это ж вот, за сколько лет я собирала. И тем, тут диски есть, которым лет уже по 15, чуть ли не по 20. Вот, видите, диск, как называется. Надо их и выбросить. Клевая музня. Потом, если хотите, можно обзор сделать. А я поставила на... Ну, правильно, ну, правильно. Все выкинуть, все выкинуть, дорогие друзья, нежели богата. У меня приемничек маленький вот такой был, вот тут. Ага. Я его выбросила на свалку. Зачем? Ну, зачем он? Правильно, зачем. Это такой черный, да? Угу. Ну, ты его уже выбросила? Выбросила. А, ну, правильно, молодец. Я его хотел, я его хотел, дорогим друзьям показать. Это тот самый приемничек, который, ну, который испортил мой террористый брат, Артемка. Он его испортил. Сейчас. А я хотел вот показать, дорогим друзьям. Сейчас нальешь. Дай сюда чуть-чуть. Чуть-чуть. Накатим, ба. Накатим. Давай прямо из корла. Накатим. Ваше здоровье, дорогие друзья. Зазор на крестах, так сказать. Ну, чё, ба, как, так сказать, шампанское? Хороший. Фу, блядь, мерзость какая. Ты пока, ба, накатывай, я пойду пробку найду. Всё. Вот пробка. Где, где, где? А, вот. Хороший шампанское. Хороший шампанское. Дай бог вам здоровье. Ребята, дорогие. Бабушку не забывайте. Вот видишь, ба, у тебя, так сказать, на финишной прямой, видишь, ба, на финишной прямой у тебя и лазанья, и шампусик. Всё как надо. И вот из кружечки бурзун. Хорошая кружечка. Вот как раз на ночь и... Это приятно и чаёк попить. Да. Такая красивая. А надо урона стоить. Да. Чаёк горячий, как в своё время в церковь где-то там далеко-далеко. Опять же, мы осуждаем. Мы осуждаем. Это просто шутка. Мы тебе клянули. Ну, так вытру, конечно бы. Ты чё? Я ж полыю сейчас буду мыть. Я ж шампанским стрелял. Ба, давай попрощаемся с нашими дорогими телезрителями. Скажи пару слов каких-нибудь на прощание. Всего хорошего вам. Дай Бог здоровья. Спасибо за всё хорошее. Дорогие друзья, я просто сейчас хочу сказать, вот всё, что вы сейчас здесь видите, это только вы. И коротко, и ясно. Без вас бы, естественно, ни хера не было. Вот. И, собственно, самое главное, что вы можете наблюдать, на что идут, там, допустим, ваши донаты на стримах. Вот, допустим, люди донатят, и вот, пожалуйста, я их не пропиваю, я их вкладываю, допустим, в какие-то ремонты. Как Дэниел писал, я ему, ну вот, допустим, клеили обои с мужичком. И я всегда его вспоминал, потому что он, ну, заказывал такие клепчанские, тоже писал, типа, вы живёте как свиньи. То есть он не хотел нас оскорбить, но просто там трек такой. Вот. И я это вспоминал, и он меня как-то мотивирует, наоборот, вылезать из этого. То есть мы, допустим, тут что-то сделали. То, я надеюсь, если будем живы, если всё будет хорошо, потихонечку будем выбираться из говен. Именно вы сподапливаете хикона выбираться из говна. Йоу, камон, Риммо сказал. Так что, дорогие друзья, вы, понимаете, я от вас никуда не денусь, и вы от меня тоже. Вот. Поэтому мы как ниточка с иголочкой, мы всегда вместе. И мы знаем, в каком мы месте, дорогие друзья. И я вам благодарен как пёс. Вы все знаете, что я вам предан. И надеюсь, что вы мне тоже. Я вас благодарю. И вы знаете, что это не просто пиздёж. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. А мне уж так точно. Ставьте классы, подписывайтесь на канал Хиконада, Натянс Буглинович, пакеты, заказывайте рекламу и сигны. И храни нас всех, Господь наш сорок. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, по кусике.